Формат заключительной в этом году пресс-конференции не был похож на традиционные встречи журналистов с руководством самоуправления. Представители СМИ выступили в роли аналитиков, которых попросили подвести итоги работы мэрии за 2013 год. В своем мнении журналисты оказались едины. Во всех сферах хозяйственной деятельности прогресс налицо. Дорожная инфраструктура в Дагопилсе улучшается, реновация учебных учреждений завершена. Начался период возрождения крепости, городской бюджет пополняется и ни одна из социальных программ не сокращена. Но это не значит, что все идеально. Год действительно был не из легких и завершение экономического кризиса горожане на себе не ощутили. Но можно ли в этом винить самоуправление? Когда все плохо, все куда смотрят? Все смотрят в сторону Думы и начинают кричать «Дума, давай рабочие места». Так вот, Дума, к сожалению, она не всегда может эти рабочие места отдать. Она может дать условия для их создания. В частности, те же проекты по строительству, те же проекты по дорогам. А требовать от Думы каких-то абстрактных рабочих мест, и вот, коллеги, донесите это, пожалуйста, до вашей аудитории, да, это все равно, что, знаете, испорченный рядовик требует мороженого в магазине «Секлхэнда». Дума какие-то абстрактные производства, не связанные с оказанием услуг городу, создавать просто не имеет права по закону Латвийской Республики. Зашла речь о молодежной городской политике. По мнению журналиста интернет-портала «Грани ЛВ» Любови Тран, она носит формальный характер. Что мы знаем, например, о работе центра молодежи? Да, ребята собираются, что-то делают, но что именно? Об этом большинство горожан не знает. Складывается впечатление, что молодежный департамент живет в одном мире, а все жители в параллельном, говорит Любовь Тран. Не устраивает журналистов и подход к работе сотрудников муниципальных учреждений культуры. Легко говорить об этой теме не получается, сказала журналист Светлана Лукьянская. Они должны провоцировать в людях потребность в этой самой культуре. Если же 50% от той более ежегодного сценария становится доброй традицией, то, в принципе, это может провоцировать разве что зевод. Меня, Ларису Кириллову, попросили подвести итоги в сфере спорта. В этом году наши спортсмены неоднократно становились призерами международных турниров. Не всегда эти победы давались легко, и дело вовсе не физической подготовки спортсмена. Очень сложно достичь высокого результата, если тренировочный процесс дает сбой из-за нехватки финансирования. В следующем году хотелось бы, чтобы было пересмотрено финансирование спортивных клубов, видов спорта, вне зависимости от того, это командный вид спорта, либо индивидуальный. Потому что, например, получается иногда так, что наши спортсмены, которые заняты в индивидуальных видах спорта, достигают наиболее высоких результатов, а потом мы говорим спасибо, самоуправление платит хорошие денежные премии за достигнутые результаты, но сам тренировочный процесс требует тоже очень много финансовых вложений. В завершении встречи первые лица города поблагодарили представителей СМИ за откровенный разговор. Мне было интересно узнать ваше мнение о той работе, которая была проделана самоуправлением в уходящем году. Для нас интересен ваш взгляд на те или иные проекты, которые необходимо реализовать в городе в ближайшем будущем. Я уверен, у Даугупилса есть хорошие перспективы развития, и сегодня, благодаря профессионализму и компетентности наших людей, самоуправлению под силу решать любые проблемы.